Крупное политическое событие произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пентильвании. Покушение на Дональда Трампа случилось во время его выступления. Выстрелы раздались через 5 минут после начала митинга. В ходе расследования стало известно, что стрелявший находился в 125 метрах от политика. Он залез на крышу ангара, занял позицию и открыл огонь. Следует отметить, что покушавшийся на жизнь Дональда Трампа молодой человек по имени Томас Мэтью Крукс он стрелял из снайперской винтовки, достаточно небольшого расстояния, около 120 метров, как указывают специалисты. Смог он произвести несколько выстрелов, причем кто-то говорит, что этих выстрелов было три, кто-то говорит, что этих выстрелов было больше. Но можно сказать о том, что результатами этих выстрелов оказалось ранение самого Дональда Трампа. Кроме того, один человек из присутствующих на этом собрании был убит, еще двое ранены. Ну, то есть, действительно, несколько выстрелов состоялись. Не с первой попытки, но покушавшемуся на жизнь Трампа все же удалось его задеть. Политического деятеля чудом спасло то, что он отвернулся в момент выстрела. И пуля, которая должна была стать смертельной, лишь пробила ухо. Находясь между агентами секретной службы, Дональд Трамп показал толпе руку со сжатым кулаком и крикнул «Боритесь!». Что касается последствий этого покушения, то они, конечно, будут очень большое влияние оказывать на ход дальнейшей предвыборной кампании, президентской кампании. Потому что на протяжении всего времени Демократическая партия предпринимала огромные усилия для того, чтобы любыми путями дискредитировать личность Дональда Трампа. Ну, и, можно так сказать, демонизировать его личность. Ну, и, как говорят специалисты сегодня уже, да, это то, что следствием вот таких действий в отношении Дональда Трампа, собственно, и стало результатом вот этого покушения. Потому что, ну, действительно, очень агрессивная кампания в отношении Дональда Трампа велась на протяжении последних месяцев. Покушение на Трампа произошло всего за пару дней до начала Национального съезда Республиканской партии в Миллоке, где делегаты должны были выдвинуть политического деятеля кандидатам на пост президента США и утвердить политическую платформу партии. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность на съезде, предупредили о состоянии повышенной готовности после произошедших событий. Даже те политики, которые раньше обвиняли Дональда Трампа, они уже сейчас высказываться начинают в пользу его поддержки. Ну, и происходит определенная такая ситуация, при которой Дональд Трамп выступает в качестве героя, можно так сказать. А следует сказать, что да, действительно, Дональд Трамп здесь приобретает некий героический образ, потому что, ну, нужно отметить, что в ходе событий, связанных с его покушением, действовал он достаточно смело. Это видно прямо на видеокадрах, потому что, как известно, покушение попало на видеозапись и облетело все телеканалы мира. Этот инцидент по-прежнему вызывает много вопросов. Как преследователю удалось принести оружие? Почему не получилось обезвредить напавшего быстрее? И какие цели преследовал покушавшийся на жизнь Дональда Трампа? И это только минимум. Но очевидно одно. Инцидент лишний раз предупреждает о необходимости усиления мер безопасности при проведении подобных мероприятий и отслеживании подозрительных высказываний и протестов. Кристина Отекина, Универновости.